Запланировал, чемодан уже собрал, уже собрал список, уже всем рассказал, что до свидания, с пятницы я в отпуске не работаю. А списки обновились, говорят, ну все-таки ты работаешь. Оэффициент, насколько заболевших коронавирусом в каждой стране, в который стране можно, не можно ехать. Да, я просто не смотрю, мне не нужно. Вот буквально вчера читала новый список и им поделилась в мессенджере, говорю, ребята, на Кипр можно ехать, ну давайте. Да, я знаю, есть такой список. Я не видел, не знаю. Но эти списки меняется настолько быстро и что в этот день это действительно так, в другой день нет. Но то, что они по цветам, да. Так как она обновляется, так как она публикуется, то да, приходится смотреть информация за какое число на данный момент опубликовано. Надо обратить внимание на самый последний вариант. Как мы знаем, каждую пятницу этот центр публикует новый список. Мы уже как бы это знаем какое-то время. Может быть, еще в этом сайте есть какая-то информация насчет того, как часто это меняется. Что означает «красное», что означает «зеленое». Как-то мне не выпадались такие особенно. Да, я считаю, что «sharing is a caring», поэтому в таком плане делюсь. Но если это было бы неправда, это очень низко. Надо смотреть, когда он пропал. Потому что там написано «2019 год». Публикация датира на 21 декабря 2019 года. Ну да. Поэтому уже можно дальше не смотреть. Если такого увижу, я бы обязательно дала информацию. Иногда не поленюсь, я посмотрю, какая это дата. И если там уже старая, тогда я напишу речки, ну, приватно, что лучше не надо. Вот если бы я тоже увидел такую, да, я бы поверил. Ну, я думаю, что наше поколение, ну, больше, как бы, у них есть вот этот этикет. То есть они знают, что в дигитальной среде стоит там проверять какие-то факты. Моя мама бы точно поделилась. А это хорошо, что люди заботятся друг о друге и хотят этого делать, да. Но здесь, конечно, надо смотреть, новая эта информация или уже из прошлого года, как в этом случае. Можно чуть покрупнее все-таки возраст. Пару дней тому назад я сдавала анализ, и это совершенно бесплатно. Еще мне помыли ручки и прозинфицировали. Моя подруга два раза сдавала этот тест, потому что она очень такая пугливая. Она все время боялась, что она точно заразилась. Я тогда была бесплатной, кажется. Ну, надо смотреть. Мы как-то тесты даже не обсуждаем. Я не слышала ни одного из своих коллег или приятелей, знакомых, чтобы им пришлось бы платить. Действительно ли это сейчас? Может быть, информация поменялась? Официальная ли она? Может быть, это добровольные тесты, если ты уже все сдал и хочешь еще? Я думаю, это скорее о том, что как все дорого в стране. А стоит ли это того? А почему мы вообще должны платить за тесты? Давайте пообсуждаем это в комментариях. Ну, это не новая. Это опять-таки информация февраля. Интернет-портал иногда вставляет дату такими маленькими-маленькими цифрами. Это так незаметно. И, конечно, если поделиться в соцсетях, никто не будет обращать внимание на дату, будет обращать внимание на информацию. Всегда стоит убедиться, когда эта новость опубликована. Эмоции всегда играют очень важную роль. И иногда мы что-то увидели, сразу удивились, сразу в шоке, сразу еще что-то. Но иногда просто стоит немножко сделать небольшую паузу, хотя бы 10 секунд подумать, что это такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова